Машиночку ставим дальше. Без нарушения правил дорожного движения. Документы будут патрульные автомобили. Водитель ставит маршрутку рядом с другими микроавтобусами. В 6 утра в районе улицы Дзержинского образовалось что-то похожее на конечную остановку. По крайней мере для пассажиров. Теперь им предстоит своим ходом добираться на работу. Госавтоинспекторы одно за другим оформляют административное право нарушения за перегруз. Допускает нарушение перевозки пассажиров, беря сверхколичество, рискуя жизнью, здоровье граждан, пытаясь на этом заработать. Вот таких товарищей пережедневно мы будем вычислять. Перегруз практически у всех. Люди готовы стоять и сидеть друг на друге, лишь бы уехать. А водители не против заработать стоимость проезда 22 рубля. Это дешевле, чем на такси. Пассажирам не до безопасности. Они возмущены, что транспорт остановили. На работу никто не хочет опаздывать. Вы не понимаете, что водитель пытается заработать на вас? А мы пытаемся до работы добраться. В часы пик уехать сложно из отдаленных районов города. Транспорта не хватает. Вместительные автобусы на трусовскую сторону не ходят уже долго. Но этот вопрос не к дорожным полицейским. Им важно, чтобы пассажиры в безопасности доехали до пункта назначения. У водителей, разумеется, есть тысячи оправданий. А для чего вы берёте? Вам вопрос. Для чего вы берёте? Два человека. Вы видите, что два человека. У вас свободных один. Зачем вы берёте? В ходе рейда выяснилось, что перегруз — это полубеды. Большинство газелей выходят на линию с технической неисправностью. Запасные выходы перекрыты. Чтобы открыть их, нужно для начала снять сидение. Случись, что выбраться проблематично. Как себя поведёт эта дверь в случае другого дорожного транспортного происшествия? Смогут ли люди выйти из автомобиля? Вопрос. Механики не обращают на это внимания. Таким образом, транспортные средства выходят в таком состоянии у нас на улице нашего города. Внешне световые приборы грязные, заляпанные. Естественно, в ночное время видимость водителя ограничена. Роль механика нулевая. Инспекторы работали во всех районах города. За несколько утренних часов дорожные полицейские оформили 11 административных протоколов. За перегруз и остановку в неположенном месте штраф составляет 500 рублей. А вот за техническую неисправность отвечать придётся и тому, кто выпустил на линию машину. Здесь суммы тоже небольшие. Всего 500 рублей. Так что не исключено, что эти же водители и эти машины выйдут на линию завтра. А вот Анаврумбаева, Руслан Асанов, Центр новостей.